блендер 281 и давайте эту гражданку заставим двигаться простая такая поза какая-нибудь в египетском стиле ну захотелось так отключить можно пока камеру и свет чтобы не мешались переходим в object mode и находим post mode вот в этой функции так теперь n панель нажимаю включу сейчас видимость именно клавиш n панель все нажимаемые клавиши будет слева погнали можем двигать мы теперь как хотим используя колесико вот таким вот образом менять ей позу единица на нампаде тройка на нампаде и семерка на нампаде помогают именно между видами переключаться единицу нажимаем нампад это под правой рукой именно где только цифры плюсы минусы как калькулятор так колесико уменьшаем вытягиваем панель боковую еще здесь вот крестик ловите на углу и тяните левой кнопкой мыши так теперь переключаемся здесь на доп сейт здесь нижняя панель называется таймлайн здесь будет прописываться все наши действия здесь будет именно временная шкала и просмотр кадров тут кадры тут кадры вот пока вот так вот все установлено ну погнали приближаем модель так теперь нам нужно первым делом прописать первый кадр это вот он уже есть нажимаем английскую а английскую и и ставим лок рот прописали все наши вот эти вот вот это позы все действия которых пока нет первый кадр положим передвигаемся теперь на двадцатый кадр вот так и будем менять ноги двадцать двадцать четвертый кадр это одна секунда именно видео шифт зажатый зажатое колесико все это дело перетаскивает и колесико крутим приближаем так чуть-чуть ноги поменьше поставить чтобы видеть находим вот эту площадку нижнюю вот она надеюсь вы увидите и давайте теперь транспозом вот так все это дело перекрутим и вот так немножко вытянем вперед находим теперь вот это вот синюю или каким цветом у вас будет вот это колено нажимаем на нее и немножко вытягиваем вперед вот таким вот образом так следом нажимаем на вот эту вот ногу на опору и крутим ее вот так вот это многовато где-то вот так находим колено и теперь колено немножко подаем тоже вперед вот такая поза получилось теперь жмем английскую а английскую и блок и пишем дальше теперь ставим где-то наверное сороковой кадр колесиком приближаем шифт колесико зажатый вертим крутим нажимаем теперь на куб и вот так его тоже немножко перекручиваем вы видите крутится и грудь вот таким вот образом ставим а английская и и опять лок рот переставляем теперь на 60 кадр и поработаем с руками и головой так первым делом опускаем руку можно на селик бокс переключиться опускаем руку с помощью клавиши g вот таким вот образом следом идет голова опять же можно z на варфрейм переключиться находим вот этот вот диск ставим на семерку на нампаде и ставим транспоз и крутим голову вот так следом селик бокс переключаемся на ключицу и ключицу с помощью г английской чуть-чуть опускаем плечо вот вот таким вот образом ну и теперь можно именно руку опустить вот эту нажимаем на вот эту площадку и жмем английскую g все по простому вот так где-то теперь z английская жмем solid и g вот так можно руку чуть-чуть увести в бок вот такая штука теперь z английская и варфрейм вот это ключицу вот эту тоже можно g немножко припустить а вот эту немножко приподнять вот раз вот что-то в таком духе простенькое жмем английскую а английскую и и локрот z английская solid переходим так ну и теперь нужно все это дело рассмотреть на первый кадр перекручиваем и включаем play вот пошла голова грудь грудь и пошли две руки вниз вот так вот все прикольно надо теперь поставить именно шестидесятый кадр или если еще продублировать чтобы назад все это дело шло как это все будем делать теперь вот так все это перетянем левая кнопка мыши так это первый кадр это последний сейчас все подгадаем и теперь зеркально отражаем назад вот это все сначала выделяем вот этот вот шкалу именно так сороковую у меня сороковая жмем теперь alt и щелчок левой кнопкой мыши делаем shift d и перетягиваем ее именно ну где-то наверное на восьмидесятый кадр вот так теперь выделяем следующую вот эту вот краписку жмем alt и щелчок левой кнопкой мыши и жмем теперь shift d дублируем и перетягиваем чуть дальше ну где-то вот так так смотрим что получилось выделяем модель вот так все это дело работает пошли ноги пошла грудь пошла рука голова назад руки назад вот так ну и теперь ноги надо назад прописать alt левая кнопка мыши и теперь shift d перетягиваем еще и вот сюда вот так будет нормально все ставим теперь 101 кадр нажимаем здесь щелчок левой кнопкой мыши пишем 101 и enter теперь все будет зациклено смотрим теперь как все происходит жмем play вот пошла анимация вот руки уходят назад голова возвращается грудь уходит с тазом и и возвращаются ноги в исходное положение вот таким вот образом и пошло зациклено ну вот такая вот простая анимация можно ее конечно посложнее потом сделать но ничего так для начала для понимания я думаю пойдет вот такое дело как теперь сохранить вот эту анимацию заходим в object mode находим теперь вот эту вкладку панель находим вот эту так вот эту функцию по моему вот функция вот это output properties и мотаем крутим вот здесь output есть нажимаем на папку и выбираем путь куда сохранить допустим на рабочий стол нажимаем вот прописка прошла десктоп здесь стоит формат именно нажимаем формат можно png jpeg картинку просто сделать ну вот есть видео форматы avijpeg avirave frame video а mpeg вот mpeg видео ну можно допустим в mpeg нажать и теперь так 101 кадр первый кадр начальный и шаг 1 можно поставить шаг 3 ну пусть пока шаг 1 медленнее 24 кадра frame rate time remade это пока не надо формат rgb в принципе ничего тут такого настройки нормальная 100% стоит по в процентах есть в пикселях x y вот такая вот стука это разберемся уже потом в следующих роликах и нажимаем render нажимаем render animals анимация высвечивается вот такое окно все это дело прогонится и будет у вас видеоролик вот этой анимации занимает это конечно какое-то время ну это уже не проблема подождать ну вот такая прикольная штука вышла все всем пока до свидания результат можно будет посмотреть в конце ролика до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...